Равин Шнайдер Равин Шнайдер Равин Шнайдер Равин Шнайдер Равин Шнайдер Еще раз спасибо за то, что смотрите нас. Мы находимся в Израиле. Чуть позже я совершу Алию, то есть отправлюсь в Иерусалим. Алия означает «подниматься вверх». Иерусалим — это город великих царей, находится он на севере. Поэтому всякий раз, когда вы идете в Иерусалим, вы совершаете Алию, потому что он находится на севере и является самым духовно возвышенным городом в мире. Мы тоже идем в Иерусалим или совершаем Алию, но по дороге мы остановились в долине Мегидо, также известной как Армагеддон. Это место, где произойдет величайший конфликт на планете Земля прямо перед возвращением Иешуа. Об этом написано в 16 главе книги Откровения. Сейчас мы прочтем об этом. Итак, тут сказано. «Потом я увидел, как из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта лже-пророка вышли три нечистых духа, похожие на лягушек. Это духи демонов, совершающие знамения. Они отправляются к царям всей земли, чтобы собрать их на битву в Великий День Бога Вседержителя». Прочту вам это еще раз. «Это духи демонов, совершающие знамения. Они отправляются к царям всей земли, чтобы собрать их на битву в Великий День Бога Вседержителя». А далее говорится «Вот, я приду, неожиданно, как вор. Блажен тот, кто бодрствует и хранит свою одежду, чтобы ему не ходить на гимн, выставляя на показ свою срамоту». Они собрали всех царей на место, называемое по-еврейски «Армагеддон». Давайте сделаем паузу, и я расскажу вам, где мы сейчас находимся. Под нами находится долина, в которой, согласно Библии, произойдет битва под названием «Армагеддон». Мы только что прочли, что причиной, по которой Израиль окажется в центре конфликта, будут демонические духи, вызывающие ненависть к этой земле. Почему еврейский народ пережил столько гонений? Почему их так сильно ненавидели? Почему их так часто недопонимали? Этому есть человеческие объяснения. Но кроме них, причина в ненависти дьявола к еврейскому народу из-за того, что они в завете с Богом. Именно поэтому последнее сражение в истории произойдет именно здесь, в Израиле. Послушайте это еще раз. Тут говорится, что «Он увидел, как из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта лже-пророка вышли три нечистых духа, похожие на лягушек. Лягушки — это символ демонов, нечистых духов. Это духи демонов». В книге «Откровения» мы читаем, что когда после снятия печатей на землю начнут приходить скары, то одной из скар будут лягушки, заполонившие землю. Опять же, лягушки — это нечистые духи. Писание проводит параллель между лягушками и нечистыми духами. Посмотрите на 14 стих. «Это духи демонов, совершающие знамения. Они отправляются к царям всей земли». А в чем же цель этих демонов? Выступить против Израиля, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя. Они собрали всех царей на место, называемые по-еврейски «Армагеддон». Важно, чтобы вы были на стороне Божьего сердца и любили еврейский народ. Вы знаете, что антисемитизм очень распространен сейчас в мире. Антисемитизм усилился в Европе. Мы видим нацистскую пропаганду во Франции и других странах Европы. В новостях о ситуации на Ближнем Востоке часто показывают Израиль именно в плохом свете, «Когда на палестинской стороне кто-то погибает, это описывают как ужасное зверство. Но когда потеря с израильской стороны, то в новостях об этом едва ли упоминают. Израиль часто изображают как плохого парня. Израиль убивает своих соседей. Вот, посмотрите, Израиль злоупотребляет своими силами. Никто и никогда не говорит о том, что Израиль постоянно атакуется со стороны врагов. В городе происходит много заварух. Я даже не знаю, смогу ли я пройти сегодня по городу. Враги Израиля прячутся, а потом просто подбегают к евреям, особенно к религиозным евреям, и ранят их или убивают. Когда израильская полиция убивает кого-то, то это происходит не потому, что они злоупотребляют властью, а потому что им приходится защищать как себя, так и граждан. Когда Израиль установил стену, чтобы защитить себя от всевозможных бандитов, все заговорили о том, что Израиль поступает очень плохо. Но после установки стены количество терактов значительно упало. Им пришлось это сделать. «Именно об этом мы читаем в Откровении 16 главе». Демонические духи настраивают мир против Израиля и против еврейского народа. Почему они это делают? Потому что дьявол ненавидит Бога. Он знает, что еврейский народ ценен для Бога. Они были первыми, с кем Бог заключил завет. Их все еще ожидает великая судьба. А Иерусалим назван городом великого царя. Иерусалим духовно выше других городов мира. Бог связан с Израилем уникальным образом. И, конечно же, дьяволу это не нравится. И, конечно же, он делает все возможное, чтобы выступить против этого, запятнать образ Бога и образ его народа и вмешаться в вечный завет. И в Откровении 16 главе говорится о том, что все это закончится. Они, демонические духи, собрали всех царей на место, называемые по-еврейски Армагеддон. Мы находимся в Иерусалиме. Позади меня вы видите храмовую гору. Спасибо вам за возможность побывать здесь. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран. Поддерживая это служение, вы сеете семя в служение, достигающее народы, и плод будет великим. Я знаю, что вам важно вкладывать свои деньги в служение, приносящее плоды. Мы получаем истории со всего мира. Жизни меняются. И все это благодаря вам. Спасибо вам. Мы с вами наши партнеры. Библия говорит, что принимающий и отправляющий пророка получает награду пророка. Мы с вами связаны в этой работе. Реальность такова, что наше пребывание на земле не такое уж и долговечное. Библия говорит, что наша жизнь как пар. Поэтому мы должны принести разницу, пока есть время. Давайте использовать наше время, наши таланты и наши сокровища для распространения Евангелия. Иисус сказал, распространяйте Мое Царство до краев земли. Нас с вами ждет награда, когда Он вернется. Вернемся к нашей программе. Место, в котором мы находимся, отстраивалось 25 раз. 25 раз отстраивался этот Тель. Тель — это город, который сравняли с землей, а потом построили новый город на его руинах. Вот эта территория была завоевана и отстроена 25 раз. Она была центром конфликта. А в последние дни здесь произойдет кульминация. Последнее сражение. Я верю, что речь не только о физическом, но и духовном сражении. Сейчас на планете усугубляется духовный конфликт. Если бы в самом конце не вмешался Иисус, то все было бы уничтожено. Но Иисус появится в последний момент и спасет свой народ. То же самое происходит сейчас в духовной сфере. Конфликт на земле усугубляется. И мы видим это. Мы видим, что борьба между светом и тьмой становится все сильнее с каждым годом. Мы видим, что духовные основания, на котором была построена наша страна, разрушаются и поддается сомнению. Я знаю, что многие из вас понимают меня сейчас. Молитву убрали из школ, убрали 10 заповедей из публичных мест, и сегодня все нацелено на так называемую политкорректность. Кажется, что главное достоинство в Америке и даже в мире быть толерантным и политкорректным. Но если вы будете стоять за Бога, за Мессию, то вы не сможете быть политкорректным, потому что Иисус не политкорректный. Сам Иисус сказал, «Я не пришел, чтобы принести мир. Я пришел разделить мать с дочерью и так далее». И как видите, на земле растет конфликт из-за Мессии и его цели. «Я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что ждет вас впереди, будет становиться все хуже и хуже». Кто-то считает, что ситуация в мире похожа на маятник. Он улетает в одну сторону, а потом возвращается обратно. Послушайте меня. Траектория, по которой движется этот мир, не похожа на маятник, который улетает в одну сторону, а потом сам исправляется и возвращается на место. Нет. Эта траектория ведет к конфликту, который закончится в этом месте, в Армагеддоне. И этот конфликт не будет становиться лучше, а только хуже и хуже. Павел сказал, что в последнее время придут серьезные трудности. Многие станут эгоистами, гордыми и напыщенными людьми. Затем Павел описывает, каким злым и жестоким станет общество. Он не говорит, что все будет плохо, а потом все изменится к лучшему. Нет. Он говорит, что мир находится на пути в глубокую тьму и трудности. Все будет становиться только хуже. Павел сказал, знаете, наступят тяжелые времена. В Евангелии от Матфея 24 главе, когда ученики спросили у Иисуса, когда все это произойдет, и когда он вернется, Иисус рассказал им о том, что должно произойти до его прихода. Он сказал, что народ восстанет на народ, царство на царство, появятся лжехристы, лжеучителя. Иисус сказал, что это только начало. Начало великой скорби. Мы еще даже не вошли в великую скорбь. Великая скорбь будет настолько ужасной, что если Бог не вмешается, то даже избранные не смогут спастись. Это будет демоническое время. Помните, мы читали о духах в 16 главе Откровения? Это духи обольщения. Иисус сказал, что во время великой скорби ситуация будет ужасной. Так же будет много лжезнамений. Послушайте еще раз, что делают эти демонические духи. Они настраивают людей на великое сражение. Эти духи будут побуждать к войне, которая пройдет в Армагеддоне. Только послушайте. Это духи демонов, совершающие знамения. То есть лже-чудеса и сверхъестественные вещи, побуждающие царей всей Земли собраться вместе. Но вместе они соберутся по определенной цели. По всему миру будет наблюдаться невероятная сверхъестественная активность. Сверхъестественное не всегда означает, что это Бог, и это только от Бога. Некоторые люди так сильно открыли свой разум, что уже мозги начали вываливаться. И это одна из опасностей для тех из вас, кто любит Бога и следует за Ним. Вы пережили нечто сверхъестественное в своей жизни, и вы можете допустить одну ошибку. Я тоже когда-то допускал ее. 25 лет назад, когда я начал знакомиться с миром сверхъестественного, я решил, что слышу Бога, потому что я видел исполнение того, что я слышал. Моя ошибка была в том, что, видя сверхъестественное и слыша Бога, я решил, что все, что я слышу, от Бога. И все сверхъестественные проявления, которые я вижу, тоже от Бога. Это было большое разочарование. Я искренне искал Бога, но не умел различаться. Именно об этом сказано в Откровении. Эти цари земные тоже не умеют различаться. Они не знают, что их обманывают демоны. Они обмануты злыми духами обольщения и их сверхъестественными проявлениями. Под обольщением я имею в виду, что злые духи могут являться как ангелы света и обманывать людей. Они будут вводить их в прекрасную тьму. Тьма будет казаться привлекательной, но это не так. Это зло. Поэтому будьте готовы. Обман на земле растет, и нам нужно быть укорененными в Слове Божьем. Если мы увидим какое-то сверхъестественное знамение, которое не согласуется со Словом, то его нужно отвергнуть, причем немедленно. Я знаю драгоценных братьев и сестер, которые любят Господа. Предположим, что один из этих братьев ищет себе жену. И вот в его жизни происходит какое-то сверхъестественное знамение, связанное с какой-то девушкой. Все вокруг говорят ему, да, это Бог, это Бог. Я очень люблю этого брата и поддерживаю его во всем, но в этом я не смог его поддержать. Когда он предоставил мне всю информацию об этой девушке, я сказал ему, что не могу поддержать его в этом решении. Но он сказал, что видел множество сверхъестественных знамений, подтверждающих, что это воля Божия. Он слушал радио, и тому слышал, что эта женщина должна стать его женой. Было очень много знамений, которые казались больше, чем совпадениями, и он принял их как подтверждение от Бога в том, что эта женщина должна стать его женой. Целый год он держался за эту идею и не замечал другие вещи, потому что был обманут Духом обольщения. Он очень искренний человек. Он любит Бога и следует за Ним, но не смог различить обман. Поэтому нам с вами нужно молиться о различении духов. Эти цари не умели различать, поэтому настроили свое сердце против народа Божьего и против Его завета. И когда вернется Иисус, они будут уничтожены. Поэтому я молюсь за вас. Отец, я благословляю моих зрителей. Они любят тебя и хотят жить в твоем плане. Отец, мы верим в Дух Святой и мы открыты к сверхъестественному. Помоги нам не принимать ничего, что не от Святого Духа. Установи вокруг нас защиту. Защиту на наши глаза и уши, чтобы никакой Дух обольщения не смог увести нас с правильного пути. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Отец верный и он будет защищать то, что вы посвятили ему сегодня. И в конце я хотел бы сказать следующее. Библия говорит, что цари земли ополчаться против Бога и против Христа в этом месте. Но Иисус вмешается и выступит против тех, кто нападает на его народ, то есть на израилетян. Возможно, вас учили тому, что Израиль больше не является избранным Божьим народом. И теперь это место занимает церковь. Вас учили, что Бог отверг еврейский народ, потому что они отвергли Иисуса, и теперь все обещания, принадлежавшие Израилю, принадлежат церкви. Услышьте меня, это ложь под названием теология замещения. Библия говорит, что дары и призвания еврейского народа не приложены. В конце времен еврейский народ будет массово обращаться к Иисусу, и это уже происходит. Евреи в Израиле обращаются в веру. Они обращаются в веру быстро, и эти темпы увеличиваются и будут увеличиваться. Когда евреи приходят к Иисусу, Библия называет это жизнью из мертвых. Их обращение повлечет за собой возвращение Господа. И я хочу призвать вас, пусть ваше сердце будет на стороне Бога по отношению к еврейскому народу. Стоите с Израилем, как Бог стоит с этой страной. В книге Захарии сказано, когда Бог вмешается в это великое сражение, то уничтожит народы, восставшие против Израиля. Но во всем мире будут люди, не выступившие против этой страны. Иными словами, правитель страны может выступить против евреев, но жители страны могут быть с этим не согласны. Они не будут выступать против евреев, а будут стоять на Слове Божьем. Библия говорит, что те, кто будут стоять с Богом, тогда как весь мир восстанет против Израиля, Иисус вернется и уничтожит тех, кто восстал против Его народа. Но те, кто был на Божьей стороне, останутся и будут славить Его каждый год на праздник Кущи. Широк путь, ведущий к разрушению и погибели, и многие встанут на Него, но прямой и узкий путь, ведущий к жизни, и мало кто найдет Его. Я провозглашаю, что вы станете одним из тех немногих, кто найдет Его. Бог любит вас, будьте сильными и смелыми, стойте за Израиль. С вами был Равин Шнайдер, пусть Бог благословит вас. Шалом. Пусть Бог благословит вас, спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле. Позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. Вы всегда должны это помнить. Если вы ощущаете, что он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на его цель. Я люблю вас. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Когда вы делали серию программ о песне песни, благодаря вашему служению я осознала, как сильно Бог любит меня. Я плакала от радости. Спасибо вам большое. Я будто бы сидела под деревом и боялась последовать за Иисусом на гору, но сейчас я поднимаюсь на гору. Дженнис из Огайо. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку, поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога по строению Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok в 6-й главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Шалом». Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. У Равина Кёрта Шнайдера есть отличные созидающие веру ресурсы, доступные 24 часа 7 дней в неделю. Заходите на наш сайт, присылайте молитвенные просьбы, смотрите полные выпуски программ, скачивайте заметки по учениям Равина и многое другое. Все это вы найдете на нашем веб-сайте.